Всем привет Blender 281 и в этом ролике давайте рассмотрим программу Substance Paint и The Brush как можно раскрасывать текстурировать в той или иной программе так Blender затрагивать не буду ролики по этой теме есть давайте соберем карандаш сначала или какого персонажа камеру можно отключить и импортируем сюда общ формат карандаш и соберем сейчас так находим дештоп находим папку карандаш и погнали его собирать он у меня по разным саптулам сейчас что-нибудь тут сделаем так это вот у меня деревяшка так теперь импорт общ второе это у нас идет сам графит импорт общ это третье идет уже наверное так что это у нас тут место наверное под стирал куда вот место под стиралку и теперь импортируем саму стерку так это уже четвертая вот такой карандаш его можно конечно объединить выбрать все вот эти вот оптулы перешив зажатый и сделать control j ну я просто его так вот сделаю выделю весь и зайду в uv editor сейчас посмотрим вот он выделен создать нужно развертку ему новую ok вот черный квадрат появляется и uv нажать smart uv project нажимаем ok смотрим что получилось на вводим на развертку нажимаем английскую а и и вот все детали здесь находятся вот в таком порядке принципе пойдет все разбито теперь заходим в layout удаляем камеру и удаляем источник света потому что будем сохранять именно fbx формат чтобы лишнего в нем не было так можно выбрать все и файл экспорт именно fbx находим куда в папку именно рабочий стол и экспорт fbx сохраняем смотрим что тут вообще получается если нажимаем на саму вот это вот на сам ствол карандаша нажимаем и вы увидите что у нее своя развертка теперь заходим на стерку нажимаем опять же uv editor вот у нее своя все нормально все разбито ну а теперь идем давайте в substance paint открываем программу substance paint вот такое вот окно здесь высвечивается старт пейнтинг здесь есть базовый такой персонаж на котором можно все пробовать ну я его открывать пока не буду закроем это окошко и полазим именно по программе я тут уже заходил в нее сейчас посмотрим что да как и так вот такой интерфейс тут чуть я поднастраивал перетаскивал давайте вернемся в базовый вид откроем window и найдем резет ю и вернем все по дефолту сейчас посмотрим что тут интересного может быть закинем теперь сюда нашу модель файл нажимаем и жмем new новый проект открывается окно проекта здесь вот файл нужно поставить именно путь файла давайте нажмем select и откроем карандаш файл fbx выделяем открыть здесь прописывается путь файла рабочий стол и название файла файлов fbx здесь документы резолюция можно поставить выше меньше я поставил 512 нормал map формат opengl и здесь direct x есть так авто он в рэп импорт камеры если она присутствует в проекте ну принципе ничего такого не на ок нажимаем ждем карандаш подгрузился колесико отдаляет приближает альт зажатый левая кнопка мыши все это дело крутит вот таким образом и альт зажатый правая кнопка мыши именно приближает отдаляет альт колесико переносит по экрану вот такая штука в перемещении следом что тут есть есть у той лекс именно слои properties paint можно вот так все это дело вынести сюда и немножко вот тут подрегулировать поднастроить вытянуть как-то установить просто будем работать с ним теперь что здесь есть так камеры можно переключить вращение именно free rotation как забрать и constraint rotation типа как здесь вот альту так он крутится если переключимся как в земле free rotation то будет вот таким образом крутится окна можно переносить куда вам заблагорассудится устанавливать вот допустим таким вариантом где-то их переносить вот сюда вот так вот устанавливать он прописывается вверху где layers текстуры setting опять же можно это все дело вытаскивать и опять переносить куда вам удобно будет окна закрывается вот уменьшается вот таким вот образом перетягиваются теперь нажимаем f1 высвечивается персонаж имена объект и развертка если нажимаем f2 тут только персонаж и только развертка а теперь давайте немножко покрасим что-нибудь здесь вот вверху именно вот этим саптулы чтобы их увидеть нажимаем f1 и вот этот саптул это вот где графит это у нас ствол карандаша здесь вот мотаем properties paint можно выбрать base color выставляем допустим красный переключаемся на полигоны вот эти и здесь вот можно заливку делать каким образом треугольниками именно полигонами и полностью делать заливку выбираем красный цвет нажимаем на модель вот она за ли залилась ctrl z если заливать полигонами то получается вот такая штука делаем полную заливку все вы видите и текстура тоже окрасилась что тут еще можно сделать выбираем цвет теперь вот этот слой для вот этого вот графита можем выбрать чуть чуть посветлее допустим здесь вот так залить его тоже и добавить новый слой это вот сделаем черный переключимся на кисточку выберем за место красного черный цвет колесиком покрутим можно вот сайс уменьшить именно размер и чуть-чуть вот так колесик поднесем теперь немножко покрасим как то вот таким вот образом левая кнопка мыши перекрутим и немножко тоже вот здесь покрасим колесико отдалим приблизим ну а теперь настроим вот эту вот штуку куда вставляется стерка выберем какой-нибудь давайте металл так материалы вот внизу здесь их множество так и выберем какой-нибудь металл ну вот этот допустим и перетащим на объект сейчас он применится и появится вот здесь вот вверху вот такая штука здесь есть настройки можно сделать скайл вот чуть чуть побольше поменьше можно сделать ротацию чуть чуть покрутить вот эту текстуру так что еще можно немного цвет изменить ну вот таким вот образом можно перетаскивать слой один поставить выше один ниже вот таким вот образом менять теперь что еще есть стерка ну давайте стерку покрасим выберем так вот можно удалять слои и добавлять слои добавим слой и добавим ну какой-нибудь колор если вниз вот так перетягиваете левой кнопкой мыши вы видите что появляются цвета можно вот стерку желтой сделать можно ее просто вот так вот красить от руки ctrl z ctrl z можно опять залить полигонами только вот здесь выбрать этот цвет вот такая штука если вот сетка таким вот образом выглядит и немножко вас как сказать бесит то заходите вот сюда мотаете вниз вот настройка цвета вот так вот будет также можно поставить сглаживание именно вот этих деталей анти-алайзинг будет все мягче глаже как-то выглядеть следом на кисточку переключаемся вот такой внешний вид цивилин стал что тут еще это можно все закрыть f2 нажимаем убираем развертку и shift зажатый левая кнопка мыши можно вот регулировать свет пардонте правая кнопка мыши вверх поднять вниз припустить в бок вот такая штука так поменяем теперь вот этого цвету красным поставим какой-нибудь материал ну допустим вот вот такой перетащим вот появилось дерево если вы хотите поменять именно расположение вот этого текстуры то заходите вот опять же properties fill UV projection отключаете и ставите по планар вот это вот появляется вот такой вот куб нажимаете E английское появляется вот такой тип и вы можете тут куб этот вертеть крутить менять именно направление вот этой текстуры проецируется она со всех сторон одинаково сверху также сбоку и все ровненько ложится так переключение между этими гизма нажимаете W получается просто перенос и английская и русская все это убирает вот такой становится внешний вид так ротация можно скайл делать поменьше вот так вот сплюснуть вы видите какая текстура теперь становится ну и как то вот так вот сжимать где то вытягивать какие то части что еще тут можно посмотреть так вот это рендер настройка камеры я рассказал перспектива можно поставить в ортогональный и constraint rotation так это что у нас 3d 2d 3d онлайн переключение переключение между видами вот тут так что еще тут есть object space вот space смотрим что такое меняет тоже вот этот эпогизму больше меньше делается гизму с этим ползунком правой кнопкой мыши можно добавить маску черную белую и добавить add paint и вот уже будет настройка слоя так можно рисовать текстуры вот этой деревянной так где найти именно альфы альфы находятся здесь вот можно выбрать любую альфу ну допустим ну вот этот так это значит ctrl z c и добавим новый слой вот теперь можно выбрать альфу и добавим ей какой-нибудь цвет ну давайте черный поставим больше size alt левая кнопка мыши и вот получаются вот такие ништяки перенос слоев вот если верхний слой будет вот такая заливка текстуру можно на низ как-то перенести на верхний слой вот это можно поставить будет красный также отключение текстур ну и также их удаление отключение альфы вот здесь вот опять же properties можно ее просто удалить уменьшить вот эту штукенцию и вот теперь будет она без альфы просто красить выбираем выбираем какой цвет желтый и просто вот что-то тут такое творим все где-то в таком духе первые мои познания также камеру давайте посмотрим где она тут находится так это вот альфа кисточки колох так 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 материал вот можно здесь вот переключаться вот normal включить base color metal вот такая прикольная штука получается так что еще все можно также сделать вот такую настройку текстуру set setting back mesh maps выбираем ambient occlusion именно это освещение bake нажимаем прогоняется окей вот теперь будет карта света вот она ambient occlusion ну посмотрим как все это дело теперь сохранить так заходим в файлы находим экспорт текстур высвечивается вот такое окошко его можно уменьшить здесь стоят все наши вот эти вот имена саптулы выбираем куда будем сохранять допустим на рабочий стол так десктоп выбрать следом можно каждый по отдельности сохранять чтоб не путаться потом в блендер при загрузке разверток не выбирать можно все вместе сохранить так теперь стоит норму здесь ставим png формат 8 бит 16 бит можно поставить давайте 16 так это здесь размер size 512 на 512 ну и все в принципе настройка здесь вот есть все вот эти слои можно выбрать для юнити рендерман даже что тут дота 2 ну вот любой выбираете допустим ну для юнити здесь вот прописан полностью вот первый саптул что у него есть так нормал миксит металл бейс колор ну и все нажимаем экспорт прогоняется вот эта нижняя часть и потом можно все это в блендер объединить подгрузить вот эти все развертки и нормальные все сохранение прошло можно теперь все это дело закрывать и выходить из программы и так блендер 2.83 давайте закинем сюда карандаш карандаш делит куб камеру опять можно все отключить файл импорт так опш пардоньте не опш фбх так импорт фбх находим этот карандаш импорт смотрим какой он будет так вот такая штука единица на нампаде с помощью мох можно его немножко приподнять и добавим в шейдингах именно вот эти все текстуры развертки текстуры давайте выберем сначала ствол карандаша вы видите что здесь нету именно текстуры давайте ее подгрузим можно add mesh текстуры и добавить image текстуры вот сюда подключить ее к color ну а теперь нужно найти вот эту всю раскраску развертку десктоп так вот она она импорт и нужно найти теперь normal map и подключаем ее к color это не она а так кстати она во ну и то же самое проделаем давайте с этими штуками здесь вот она есть image текстур ну и вот эту часть тоже здесь вот здесь вот ее нету значит добавим текстура image текстур и опять же подключим к color найдем open desktop так где она тут ну вот что то в таком духе и найдем normal map и вот 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 и Поставим металл и немножко уберём, прибавим блеска. Ну а теперь Layout и Enter, открываем, смотрим что получилось, а получился вот такой карандаш, так, я ещё забыл вот эту часть добавить, нижнюю. Находим, смотрим что тут, опять же add текстуры, image текстур, подключаем, открываем и находим вот эту штуку, надо сохранять по отдельности в разные папки, чтобы не путаться вот так вот. Так, вот это по-моему, да. Ну опять же Layout, настройка камеры света. Заходим в материалы и попробуем ещё немножко тут чего-нибудь поднастроить. Так, металлик. Шрифт 5, мэшп 1, с. Ну вот что-то такое получилось По простому пока Все, всем пока, до свидания